Регион накрыли дожди и грозы. В некоторых районах выпало 70% нормы осадков за вторую декаду июля. Как долго продержится пасмурная погода и как пережить природные капризы, советы от специалистов в нашем сюжете. На смену экстремальной жаре дожди, грозы и местами град. В некоторых уголках области уже выпало до 20 мм осадков. До этого в регионе был их острый дефицит. Сильно от этого страдали сельхозкультуры. Рады пришедшие с дождями прохладень не только аграрии и дачники, но и горожане. Свежо так стало, хорошо, замечательно. Для меня хорошо, комфортно. Наконец-то свежо стало, можно подышать. Ребенок радуется в жару, в сильную тоже достаточно тяжело. И гулять, и вообще днем тяжеловато. Только вечером могли на прогулку выйти, а сейчас можем и днем с погодом гулять. Но резкой смене погоды рады не все. Для пожилых людей это причина плохого самочувствия и обострения хронических заболеваний. Ну, как она влияет? То жарко чересчур, то сейчас, ну, меняется, как ты чувствуешься, ну, давление скакать начинает. Если в молодое время я переносила супер хорошо, то сейчас супер плохо. Вот. Так что состояние погоды очень-очень влияет на состояние здоровья. Людям в зоне риска врачи советуют с особенной аккуратностью принимать положенные препараты и чаще измерять артериальное давление. Но следить за своим здоровьем следует вне зависимости от возраста. Порой, чтобы заболеть, достаточно единственной прогулки без зонта. Когда особенно такая нестабильная погода, лучше подумать о том, как точно в ее соответствии подобрать одежду. Избегать сквозняков, избегать пребывания в мокрой одежде, конечно. И вот сейчас, видите, дожди совершенно неожиданно возникают. Вот. Поэтому здесь нужно проявлять осторожность. Для этого следует заранее узнавать прогноз погоды. Медики также советуют ориентироваться не на показания термометров, а на температуру по ощущениям. На нее влияют влажность, давление и скорость ветра. У нас немножко характер погоды изменился в связи с тем, что к нам, на территорию нашей области, выходят, в общем-то, фронтальные разделы, связанные с циклоном, который сейчас в центре находится где-то в районе Воронежа. По траектории он будет смещаться на запад, но вот его спутники, фронты будут периодически посещать нашу территорию. В дальнейшем характер погоды практически не будет меняться. Периодически будут выпадать кратковременные дожди, где-то будут греметь грозы. Кратковременные дожди сохранятся до конца недели, после чего на смену придет антициклон из северных широт. Он принесет легкое снижение температуры на 2-3 градуса. Дарья Зотова, Александр Каракулько, Дмитрий Алатарцев. Новости губернии.